МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва-баху сегодня". Коротко о главном. Сегодня было обнаружено тело пилота-истребителя ВВС Азербайджана МиГ-29, упавшего в Каспийское море 24 июля во время учебного полета. Об этом сообщила Минобороны Азербайджанской республики. Завтра, 21 августа, в 9 утра по местному времени в учебно-образовательном центре вооруженных сил Азербайджана состоится церемония прощания с летчиком Рашадом Атакишевым. Он будет похоронен в Баку на аллее почетного захоронения. Известно, что полковник-лейтенант Рашад Атакишев родился в 1984 году в Шамкирском районе Азербайджана. Он окончил военную академию имени Гейдара Алиева. В Минобороны Азербайджана назвали погибшего пилота профессионалом высокого класса, имевшим большой опыт. Он служил в ВВС страны более 20 лет и являлся одним из лучших в своем деле. У Рашада Атакишева остались двое сыновей трех и семи лет. Напомним, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22.00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем. Поисковые операции вот уже месяц проводят азербайджанские и турецкие специалисты с применением новейшей техники. Накануне поисковая группа извлекла со дна Каспийского моря черный ящик потерпевшего крушения истребителя. Представители Международного комитета Красного Креста посетили армянского военнослужащего дезертира Араика Казаряна, 12 августа перешедшего на азербайджанскую сторону. Посещение прошло в соответствии со стандартными правилами. Незадолго до этого по поручению уполномоченного по правам человека Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, члены национальной превентивной группы Абудсмена без предварительного оповещения посетили Гауптвахту Министерства обороны для того, чтобы удостовериться в обеспечении прав дезертировавшего армянского военнослужащего. Во время беседы с представителями Абудсмена Казарян рассказал, что не имеет никаких жалоб. Был обследован врачами, чувствует себя нормально. Выразил удовлетворение условиями своего содержания, обращением и питанием, а также отметил о соблюдении в его отношении прав человека. Относятся к нему, по его словам, уважительно, не оказывают давлением. Напомню, 12 августа на Физулинском направлении фронта армянский военнослужащий пересек линию соприкосновения войск и вышел к азербайджанской стороне с белым флагом. В ходе допроса было установлено, что армянский военнослужащий принял решение сбежать из-за царящего в его воинской части бесчеловечного отношения к солдатам. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойву Клаар заявил, что мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта остается приоритетным для Европейского Союза. Спецпредставитель Евросоюза выразил сожаление в связи с тем, что ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта уязвима и нестабильна. Также Тойву Клаар констатировал, что агрессивная риторика может повысить напряженность и дать толчок к событиям, которые могут выйти из-под контроля. Напомним, началом нового обострения отношений между Баку и Ереваном стала недавняя речь премьера-министра Армении Никола Пашиняна на так называемых паноармянских играх в Ханкинди, заявившего, что Карабах является частью Армении. В ответ на это МИД Азербайджана подчеркнул, что Пашинян этим заявлением перешел к красную черту. Цитата. Подобная безответственная риторика может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта. Конец цитаты. Согласно последним данным ФСБ, численность иностранных студентов, приехавших в Россию на учебу с начала 2019 года, увеличилось и составило уже почти 200 тысяч человек. По статистике, преобладающие большинство студентов приезжают в Россию из Казахстана. Это порядка 60 тысяч человек. На втором месте Китай – более 20 тысяч, а на третьем месте Узбекистан – 14 тысяч студентов. Число студентов из Азербайджана, желающих получить российское образование, также с каждым годом растет. С начала года из Азербайджана в Россию приехало более 4 тысяч студентов. Специалисты отмечают, что рост интереса к получению российского диплома вызван популяризацией русского языка в этих странах, где российское образование очень ценится. В Азербайджане, например, работают филиалы двух крупнейших российских вузов – Московского университета имени Ломоносова и Московского медицинского университета имени Сеченова. Также в ближайшее время в Азербайджане ожидается открытие филиалов еще трех российских вузов – МГИМО, Высшей школы экономики и Российского гуманитарно-экономического университета. Всего в Азербайджане насчитывается 340 школ, в которых около 90 тысяч учащихся получают образование на русском языке в так называемом русском секторе. А еще 450 тысяч школьников изучают русский язык в качестве второго иностранного языка в азербайджанском секторе. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москвабаку.ру. Хороших вам новостей сегодня! Субтитры создавал DimaTorzok